Я приветствую тебя Чумба, с тобой Рабаши. Сегодня мы поговорим об Ренгоку Кёджиро, одном из потенциально самых сильнейших мечников, столпов, хашера и так далее, вообще персонажей КРД, который был в шаге от пробуждения прозрачного мира. Заинтересовал? Поехали смотреть. Кёджиро добрый и честный человек, он весьма экцентричен, склонен не сдерживать свои эмоции. Вместе с тем Кёджиро обладает непреклонным оптимизмом и колоссальной силой духа. Привито ему его матерью в молодом возрасте, что помогает ему не только находить себе силы в сложных ситуациях, но и поддерживать окружающих. Кёджиро с большим энтузиазмом исполняет свой долг столпа и убийцы демонов. Основа его мировоззрения является привитой его матерью в детстве идея о том, что сильные люди обязаны защищать слабых, и от отца же он унаследовал достигнутую в ходу тренировок дисциплинированность и непреклонность. Кёджиро родился в семье столпа пламени Шинджиро. В детстве отец тренировал Кёджиро и его младшего брата Сэнджиро искусству владения мечом, для того, чтобы они могли пойти по его стопам и стать охотниками на демонов. В неизвестный промежуток времени, когда Кёджиро еще был мал, его мать Рука дала ему последнее наставление на то, чтобы он защищал по мере возможности слабых и не использовал свою силу в корыстных целях. После смерти Руки отец Кёджиро начал пить и вскоре покинул пост столпа пламени и прекратил тренировать сыновей. Несмотря на это, Кёджиро, используя записи о техниках дыхания, самостоятельно обвладел дыханием пламени и стал искусным мечником. После этого он достиг звания столпа пламени, как его отец и их предки. Отношения Шинджиро Ренгоку – это его отец. Когда Кёджиро был мал, он и его брат тренировали своего отца. Он описал его как страстного человека. После смерти его жены и его ухода из корпуса истребителей демонов, их отношения стали далекими. Даже после того, как Кёджиро сменил его на посту столпа пламени, Шинджиро, то есть его отец, не образил на это внимания. После смерти Кёджиро, его отец оскорбил своего сына в пьяном угаре и, казалось, не заботился о его кончине. Кёджиро, с другой стороны, никогда не переставал заботиться об отце, даже после того, как он отдалился. И его последним посланием было то, чтобы отец заботился о себе. Услышав это, Шинджиро пожалел о своих резких словах и оплакивал своего умершего сына. Во время финальной битвы против Мудзана, Шинджиро присоединился к истребителям демонов вместе с Тенгеном в качестве последней линии обороны, защищающей Кирию Буяшки, поклявшись не опозорить семью Ренгоку и память Кёджиро. Сэнджиро и Ренгоку – это его младший брат. Кёджиро сильно его любил и заботился о нём, и был наставником младшего брата по дыханию пламени. По словам самого Сэнджиро, ему не удалось овладеть дыханием из-за отсутствия навыков, поэтому он сдался. Однако, Кёджиро всё ещё гордился им, он был глубоко опечален и подавлен после того, как узнал о смерти брата. Мать же Кёджиро, которая скончалась от болезни, когда он был мал, как видно из его воспоминаний о ней, она была очень строгой по отношению к нему и в то же время любящей и нежной по отношению к нему. Она оказала большое влияние на его философию в целом, поскольку объясняла ему, что он был рождён сильным, чтобы защищать слабых и никогда не использовать такой дар для корыстных целей. Она глубоко любила Кёджиро, так как в слезах выразила благодарность за то, что она была благословлена тем, что родила его в детстве, человека, рождённого одновременно сильным, добрым и нежным. Кёджиро глубоко заботился о ней и любил её в ответ, поскольку её слова в его адрес дали ему последний толчок, чтобы сдержать оказу последней попытки убить его, несмотря на его тяжёлые раны. В последние минуты Кёджиро увидел дух своей матери, которая сказала, что он выполнил все поставленные ею задачи, и она очень гордилась им, позволив ему умереть с улыбкой на лице. Теперь же давайте посмотрим на отношения Кёджиро с другими столпами, да и вообще персонажами серии Клинка Рассекающего Демона. Я бы мог рассказать о них, но могу и показать. Итак, вот короткий видеоролик. Он славный человек, хотя бывает, что мы с ним друг друга не понимаем. А остальные столпы? Блестящий. Выделяется даже больше, чем я. Но мужик, он что надо? Похож на сову. Приятный человек и голос радостный. Он как добрый старший брат. С ним было так здорово тренироваться. Он во мне души не чаял. Много говорит, но характер хороший. Славный малый Артемист. Никогда не жалуется. Честный. Ну а теперь давайте более подробно разберем взаимоотношения со столпами. Митсури Канроджи. Кёджиро был другом и наставником Митсури. И они были очень близки. Во время тренировок под его руководством Кёджиро был особенно строг в их тренировках, но все же проявлял терпение по отношению к ней. Они оба прожорливы и любили перекусывать в перерывах. Митсури взаимствовала свой уникальный стиль дыхания, дыхание любви из его дыхания пламени. Она очень благородна Кёджиро и из-за его руководства и доброту считала того почти что старшим братом. Митсури была сильно шокирована и опечально узнав о его смерти. После смерти Кёджиро она часто наведывалась к его могиле. Абанай Игуро. Абанай, казалось, глубоко уважал Кёджиро, также ему нравился его характер. Ввиду того, что в далеком детстве отец Кёджиро, Шинджиро, спас маленького Абаная от демона-змеи. Он имел некоторые узы семьё Ренгоку. Он также считал Кёджиро чрезвычайно могущественным мечником и был сильно потрясён, когда тот умер. Тенген Узуй. Тенгену всегда нравился Кёджиро. При первой встрече он один из немногих столпов, кто не выразил враждебность к будущему столпу пламени. Он всегда считал Кёджиро яркой личностью, ему нравился цвет прически семьи Ренгоку. В битве с Гютаро он начал сравнивать себя со своими коллегами-столпами и взял в пример Кёджиро как образец для подражания. Был сильно потрясён смертью Кёджиро. Гию Тамиока. Кёджиро был одним из немногих столпов, который имел дружеские отношения с Гию. Кёджиро уважал трудолюбивость, мастерство и элегантность владения катаной Гию. Тамиока Гию было печально смертью Кёджиро. Шинобу Коча. У Кёджиро и Шинобу были приятельские отношения. Судя по всему, Шинобу заботилась о нём и перед отправкой Кёджиро на миссию она пожелала ему удачи. Кёджиро уважал её трудолюбие и её стремление сражаться, несмотря на изначально невыгодное положение к Кочу ввиду её неспособности срезать головы демонам. Шинобу была сильной опечали на смертью Кёджиро. Далее же будут отношения с другими членами серии. Танжиро Камада, э.к. Тазик. Во время их первой встречи в поместье у Буяшики, Кёджиро испытывал неприязнь к Танжиро, так как он нарушал правила корпуса Истребителей Демонов. Он защитил свою сестру Демона и поэтому он наставил на убийстве Незуко Камада, а также в поисках наказания для Танжиро. Однако, в мере развития истории он начинает испытывать симпатию к Танжиро после того, как снова встретил его в поезде бесконечности. Двое охотников развивают взаимное уважение друг к другу, как товарищи, по корпусу Истребителей Демонов, до такой степени, что Кёджиро предлагает сделать Танжиро своим Тукуго, ну типа помощником. Танжиро развивает сильное восхищение и близость Кёджиро до такой степени, что он называет его Аники, старший брат. Показывая их братские узы. Танжиро впечатлен мастерством владения мечом Кёджиро и его способностью улыбаться, несмотря на невзгоды. Незадолго до своей смерти Кёджиро доверяет свою волю Танжиро. Вскоре Цуба Кёджиро передается к Танжиро, его младшим братом Сэнджиро. Вот такая вот путаница. Иноски Хашибира Как и большинство тех людей, которых он встретил в первый раз, Иноски не особо одолюбливал Кёджиро, когда он впервые встретил его. Однако, после того, как увидел, как Кёджиро защищал людей в поезде и сражался с Аказой, он начал уважать силу и владение мечом Кёджиро. После его смерти Иноски поднял дух Танжиро и напомнил ему слова, которыми Кёджиро поделился с ним перед смертью. И тот факт, что Столб верил в них. Незуко Камада Изначально Кёджиро не принял Незуко и считал её опасной для людей. Он настаивал на её смерти, а также казни Танжиро, поскольку тот нарушил главное правило Корпуса Истребителей Демонов. Под техникой сна Кёджиро сказал Танжиро, что более ничего не имеет против Незуко, так как Кагайо Буяшки принял её. После битвы в борту Поезда Бесконечности, Кёджиро выразил благодарность Незуко за защиту пассажиров в поездах. Когда Кёджиро умирал, он сказал Танжиро, что верит в Незуко и что он принял её в члены Корпуса Убийц Демонов. Он заявил, что любой, кто защищает людей от демонов, является полноправным членом Корпуса Истребителей Демонов. Аказа Кёджиро сразу же стал недолюбливать Аказу ввиду их противоположных убеждений. Высшая Луна считала, что слабые люди просто мешают другим и что их существование бесполезно. А Кёджиро в свою очередь считал, что сила не главная в людях и что сильные люди должны защищать слабых. Аказа восхищался Кёджиро, потому что он чувствовал, насколько его боевой дух силён и предлагал ему стать демоном. Но Кёджиро сказал, что он никогда не пожертвует красотой человечества ради бессмертия. Так, ребят, сейчас будет очень важная информация. Слушаем двумя ушками. Способности и сила. Как столб из Корпуса Истребителей Демонов, Кёджиро был очень сильным фехтовальщиком. Даже такие сильные демоны, как Аказа, вышел на 3. То есть четвёртый по силе демон. Вообще, из всей серии. Признал силу Кёджиро. Аказа был впечатлён его силой. Что даже предложил стать ему демоном. Чтобы он мог произойти свои человеческие пределы и стать сильнее. Понимаете? А также Аказа похвалил его боевой духой. Заявил, что он приближается к высшей точке. Что означало, что он был невероятно близок к получению прозрачного мира. Именно этого и жаждал Аказа. Но никак не мог этого получить. Прозрачный мир. Так вот, Рен Гоку в его 20 лет уже был очень близок к прозрачному миру. Если бы он успел пробудить свою метку Истребителей Демонов. То есть, понимаете? Он бы смог пробудить метку. И автоматом он бы смог пробудить прозрачный мир. И всё. Это бы его потенциал увеличило в разы. Кёджиро бы стал просто нереальным Истребителем Демонов. Он бы преодолел и Санэми, и Гёмея, и всю общую пачку столпов. Его отец, Шинджиро Рен Гоку, заявил, что после того, как его сын отказался от того, чему он учил его. Кёджиро самостоятельно тренировался до уровня Столпа. После прочтения учебника по стилю дыхания пламенем. Книги, в которой было всего три тома. И этого гениального персонажа слили? Чё? Серьёзно? Не верю. Но факты другие. Ладно. Физические способности. Огромная сила. Как столб, который годами совершенствовал свою физическую силу, Кёджиро обладал удивительной силой, будучи способным размахивать катаной со скоростью быстрее, чем человеческий глаз может увидеть. И ужасающей точностью во время боя. Кёджиро также обладал такой силой хвата, которая была способна удерживать Аказу, одного из сильнейших персонажей серии, третью высшую луну, несмотря на то, что его солнечное сплетение было пронзено ранее этой же рукой. Это было до такой степени абсурдно, что Аказа выразил своё неверие и шок от силы, которую он написал как невероятную, блин. Невероятная скорость и рефлексы. Кёджиро обладал настолько огромной скоростью и рефлексами, что даже обученный и весьма одарённый истребитель демонов, как Танжиро, не смог уследить взглядом за ним. Кёджиро мог даже вызвать тряску земли и чуть ли не сбить пояс с рельсов, двигаясь со скоростью быстрее, чем может увидеть глаз. Его рефлексы были настолько быстрыми, что ему удалось отрезать руку Аказы за момент до того, как высшая луна собиралась убить Танжиро. Кёджиро также удалось не отставать от высокоскоростных техник Аказы, которые, как отметил столб, быстрее, чем мгновение ока, иногда даже умудряясь опередить его. Самый носки Хошибиро отметил, что Кёджиро был на совершенно ином уровне из-за мощных атак и скорости. Феноменальная скорость движения и рефлексы Кёджиро даже удивили и впечатлили Аказу, который открыто выразил своё удивление. Ну и респект он ему там закинул. Развитое зрение. Как и у других охотников на демонов, Ренгоку используют один из пяти основных органов чувств. У мужчин это зрение, что мгновенно было продемонстрировано в арке бесконечного поезда. Сперва, когда проводник пробивал билеты, Танжиро ощутил запах, а Ренгоку открыл глаза. Потом, когда давал совет юному Камадо, как восстановить повреждённый сосуд. Кёджиро сказал, вот оно, когда Танжиро нашёл повреждение и восстановил. Такое чувство, что у столба рентгеновое зрение. В аниме прекрасно продемонстрировали бой Ренгоку и Аказы, где первый использовал зрение. Кёджиро смог остановить демона, когда тот собирался добить Танжиро. В бою стол быстро разобрался, как атакует враг и смог уследить за его действиями. Глаза Ренгоку широко раскрытые, благодаря чему мужчина может замечать любое изменение. Ну, мужчина, я имею в виду Ренгоку. К примеру, удары по воздуху Аказы. Также глаза Кёджиро всегда направлены в ту сторону, где стоит демон или соперник. Даже быстрое перемещение врага остаётся замеченным Ренгоку. Его глаза моментально переключаются на цель, что уже поражает и приводит к недоумению как союзников, так и демонов. Удивительная стойкость и выносливость. Кёджиро продемонстрировал сверхчеловеческую стойкость и выносливость во время сражений в битве против Энму. Когда он слился со своим поездом, он смог сдерживать его и более того давать отпор в пяти вагонах пассажирского поезда, не утомляясь. Наконец, ему удалось не отставать от своего самого сильного противника Аказы, несмотря на физическое и моральное напряжение сверх его предела, получение множества мелких и смертельных ран. Таких как разбитый глаз, сломанные ребра и провлезённые внутренние органы. Что наиболее впечатляющее, ему удалось удержать Аказу голыми руками, несмотря на то, что его жизненно важные точки, его солнечное сплетение были пробиты рукой высшей луны. Несмотря на все его смертельные раны и травмы, он ни разу не вздрогнул и не показал признаков боли или агонии. Что же до умственных способностей, как фехтовальщик из рода плавенных столпов, Кёджира, как и его отец, был обучен боевым знаниям и тактике, а также имел доступ к записям предыдущих столпов пламени, хоть и не читал их. Во время битвы с Аказой он проявил проницательность, например, после того, как в него попала техника Аказы разрушительное поражение целесового стиля, он понял, что должен сражаться с близкого расстояния, чтобы увеличить шансы на отрезание головы демона. Даже когда обычно дедуктивный и проницательный Танжиро Камада не знал, как убить Энву, Кёджиро инстинктивно знал, что независимо от того, какую форму принимает демон, у него всегда будет слабое место. Он также обладает большими знаниями в использовании полной концентрации дыхания. Он научил Танжиро использовать дыхание так, чтобы заткнуть кровоизлияние. Этим он спас его от кровопотери. Ну и, конечно же, его неукротимая воля. Кёджиро обладал неустрашимым духом, который произвел впечатление на Аказу, третью высшую луну. С детства он привил себе неукротимую волю и страсть, которую наследовал от покойной матери. Лучше всего это проявилось во время боя против того же Аказы. Даже когда представитель высшего ранга сокрушал его мощными атаками, нанося Кёджиро серьезные ранения, он оставался стойким и решительным. После того, как Кёджиро потерял глаз и получил внутренние раны, вызванные ударами Аказы, он все еще упорствовал, яростно выражал свою непоколюбимую волю и решимость, говоря, что будет защищать жизни других невинных людей, несмотря ни на что. Наконец, когда кулак пронзил его солнечное сплетение, демон стал восхищаться упорством столпа и даже называл Кёджиро одним из сильнейших этого мира, что вызвало воспоминания его в душе. Снова напомнив Кёджиро о его матери, что дало ему последний толчок, чтобы отрезать голову высшей луны, попутно остановив кулак демона в дюймах от лица. Но, к сожалению, он смог отрезать только три четвертых шеи демона, который вскоре сбежал. Благодаря невероятной решимости, проявленной Кёджиро, у Танжиро Камада появился стимул стать сильнее, чтобы история со смертью Кёджиро никогда не повторилась с его близкими друзьями. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ В бою Ренгоку полагается на зрение, что и привело его к проигрышу в сражении против Аказы. Враг смог сначала пустить кровь над лбом, а после повредить левый глаз мечника, в результате чего Ренгоку не смог нанести смертельный удар и только ранил его. Сам же Стол пропустил удар врага, который ему пробил живот, то есть Аказы нашел слепую зону противника, сам же Ренгоку не умеет сражаться с закрытыми глазами. Ему надо всегда видеть цель. Во многом это вина его боевого стиля, который является преобразованием современного кенда, где участники поединка атакуют только напрямую, без ускользания и уворачивания. Ну в лоб в лоб, короче, хуярят. Именно в эпоху Эдо самураи пристрастились к фехтованию и начали придерживаться некоторых правил, одно из которых слить за движениями противника, то есть всегда наблюдать глазами за каждым движением оппонента. Так же и действует Ренгоку, концентрируясь зрительно. Интересные факты. Для Танжиро Кёжиро стал одним из самых уважаемых людей о воинопутствии, а Танжиро вспоминает на протяжении всей серии. Кёжиро уважал выбор брата, который не хотел становиться мечником и выбрал другой путь в жизни. Его любимая еда – сладкий картофельный мисо-суп. Когда он ест это блюдо, он кричит «Вкусно! Вкусно!» В Академии Клинка Кёжиро является преподавателем истории, чьи уроки всегда проходят в веселой атмосфере. По его предмету ни у кого нет плохих оценок, а сам Кёжиро очень любит своих учеников. Кёжиро занял третье место в топе среди столпов по армрестлингу. Вот так вот-то. Вторую Нишилуну, которую убил Кёжиро до того, как стать столпом, звали Хайро. Кёжиро любил смотреть борьбу с умо. Кёжиро стал столпом, убив бывшую вторую Нишилуну. Кёжиро никогда не разрешалось иметь домашних животных, потому что его отец ненавидел их. День рождения Рингоку совпадает с Дейдара и Занима Наруто. Ну и знак Зодиака – Телец. Буду честным, до вообще создания этого видеоролика я думал, что Рингоку Кёжиро – это такой посредственный столб, который, ну, по силе где-то там в низах, на самом деле, записался. Но потом, когда я собрал информацию, когда узнал то, что Аказа признал то, что он был в пике вообще до высшего мира и до пробуждения мерки у истребителя демонов, я такой, лоу, чё? Чё, серьёзно? Потом пошёл дальше, начал анализировать его способности, вообще всё это просканировал, но, опять-таки, всё то, что я сказал в видеоролике и понял. Блин, а чувак-то, по сути, ну, мог топ-2 с толпом быть, потому что, ну, Гюмея он, конечно, бы не одолел, но вот Санэми вполне себе очень, очень жалко, что его исцелили, что его убили, что я не вижу, не смогу посмотреть на его высшую форму, как и вы. Поэтому печаль, беда, сковорода. Ну всё, комментируй, подписывайся, ставь свои жирные лайки, распространяй данное видео и будь хорошим чумбой, чумба. До встречи в следующем выпуске по клинку рассекающего демона. Пока!